Ну заходи, только пивасик не дам. Тогда у меня заканчивается. Илья, успокойся. Слышишь, ты? Не надо! Да нормально, мужики, вперёд! Давай! Спокойно, спокойно, спокойно. А сейчас я вам расскажу про один офигенный проект NextRP. Бесплатная ролевая игра с открытым миром. Почему я рекомендую вам её? Потому что это самая настоящая GTA в России. Создаёшь персонажа, прокачиваешься, вступаешь в банды, участвуешь в перестрелках, зарабатываешь деньги. События происходят на знакомых всем улицах с серыми хрущёвками, как в реальной жизни. В игре представлен огромный автопарк, начиная от машин отечественного производства, заканчивая крутейшими суперкарами. Порадуем тех, кто не любит писать длинные сообщения. В игре есть голосовой чат. Тысячи игроков уже ждут тебя. Переходи по ссылке в описании и начинай играть прямо сейчас. Сегодня мы отправимся к одной неблагоприятной семье. Отец-алкоголик живёт с сыном. Сын совсем маленький, но уже не раз был замечен за курением и хулиганством. Поэтому прямо сейчас мы отправляемся к ним домой. Меня зовут Манифест. Всем приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, вот мы и приехали в этот райончик. И сейчас будем подниматься к этой семье. И, честно, район не очень такой благоприятный. Но ничего, мы с вами справимся. Вот мы уже и поднялись на этаж. Оказывается, ну, они живут в общежитии, в таком старом каком-то общежитии. И сейчас мы поднялись на этаж. И будем прямо сейчас моим оператором отправлять на квартиру. Где живёт, вот в таких вот условиях живёт семья. Мало того, что в общежитии, ещё вот посмотрите на эту дверь. Пухой закор. Кимната. Такая шеплана. Сейчас снимаю только. Здравствуйте. Можете дверку открыть? Я к вам поделал. Да. Здравствуйте. А, и обходы ошибся. А, подождите, а Илья Марш... 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 Тут же, Илья, ребёнок? Ну да. А что? А вот кто? Его отец? Да. А, если я к вам по деловому предложению, можно к вам зайти? Мне нужно поговорить насчёт воспитания вашего ребёнка. Как бы ничего плохого, мы тут вот снимаем просто ролик, как бы ничего страшного. Ну, заходи. Только пивасик не дам. Что, ну, не, я... Тогда у меня заканчивается. Я не пью. Можем, да? Пойдём. Всё, заходи. Всем привет! Буквально месяц назад я со своей командой открыл капельский проект под названием MoneyBet. И спустя месяц проверок своих аналитиков, я с одной тысячи гривен поднял более ста тысяч гривен. И готов с вами поделиться. Я открываю свою группу в Телеграме. И первую неделю там будут абсолютно бесплатные прогнозы. Ссылочку на группу в Телеграме я оставляю в описании под этим видео. Так что прямо сейчас все залетайте. И вместе со мной, друзья, будем грабить этих букмекеров. Смотрите, мы пришли вообще поговорить насчёт вашего ребёнка. Илья, я так понимаю, он сидит вот там вот. Ещё бивасик остался. Слушай, а что ты его сейчас снимаешь? Камеру тут убери у меня в квартире. Не трогайте, пожалуйста, камеру. Мы снимаем ролик. Такой социальный ролик. Мы выложим потом это в интернет. Вас покажут в интернете ещё. Так что, может, даже известным станете ещё. Присаживайтесь. Вы вообще знаете, как ваш сын живёт? Конечно, знаю. Как красавчик. Ну, я бы не сказал, что как красавчик. Я бы наоборот сказал, я просто не хочу вашего ребёнка обижать. Но не очень хорошо он живёт, понимаете. На него очень много жалоб. Он сейчас в школу посещает ребёнок? Конечно. Смотрите, я вот сейчас пришёл, он даже на секунду не отвернулся от компьютера. Он сидит, играет, у вас куча бутылок пива. Вы посмотрите, вы пьёте, выпиваете, я так понимаю, да? Ну да. Вот. А за ребёнком не следите, я так вижу. Вот мы пришли насчёт вашего сына. Мы хотели поговорить с вами, посмотреть, как вы вообще живёте. Мы из социальных служб. Мы не из полиции, чтобы вы не переживали. Хотели бы показать, можно с Ильёй поговорить как-то? Потому что он вообще сидит там в интернете. Слушай, а ты вообще кто-то купил? Я же вам объясняю, что мы пришли видео снимаем, мы из социальных служб, мы не из полиции. Потому что на вашего сына поступает много жалоб. Вот. Мы пришли поговорить с вами. С вами, ну, познакомиться с родителями Ильи. Вот. И мы хотели с вашим сыном. Можно сейчас поговорить с вашим ребёнком? Ну, погнали. Алло. Повернись. Илья. Тебе пришли поговорить. О, манифест! О, узнал меня? Конечно узнал. Привет. Ты моего друга жизнь спас, тебя все знают. Да? Смотришь мой канал? Конечно смотрю. Ну, смотри, Илюш, я пришёл с тобой поговорить насчёт твоего поведения, к сожалению. Илья. Что там, интереснее, чем тут? Угу. Смотри, Илюш, я хочу с тобой поговорить насчёт твоего поведения. Говорят, ты одноклассников обижаешь. Бил одноклассников, что ли? Да, я ничего не делал. Ну, одноклассник, говорят, бил в школе. Не бил? Нет. Ну, говорят, что ты покуриваешь. Покуриваешь? Нет. И на стенках не рисуешь, на партах не рисуешь. Учтление оскорбляешь, да? Что не делал? Теперь, смотри, тебе к вам такой вопрос. Вот смотри, сейчас перед тобой стоит твой отец. Вы же отец, правильно? Ну да. И он вам сейчас просто врёт, нагло в глаза. Вот зачем сейчас отцу врёшь? Деник, ты никому не брал, он брал. Вот теперь смотри, у меня есть видео доказательства мне вот прислали, как ты в школе бил мальчиков. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите. Вот смотрите, это видео. Вот это сняли его одноклассники и выложили это в YouTube. Они смонтировали там, ну, музычку. Илья, иди сюда, я хочу, чтобы ты тоже посмотрел. Становись отсюда, идёт сюда, папе. Вот смотри, сейчас я включаю. Вот, вот это школа, ваша школа, да? Да. Вот смотри, вот дерево. Вот ваш сын, вот с друзьями, с друзьями подошёл сюда. Смотри, что делать, с этим творят. Ну, это на классику уже музыку наложили. Вот, ну, сам, вы увидите своего ребёнка, там, а не зовут. Но с друзьями обижаются вот этого парня. Узнаёшь себя, Илья? Зачем ты так себя вела, а? Это фотошоп. В смысле, это настоящее видео живое. Вот смотри, видишь? Нет, вот мамочка уже нет. Нет, это Илья, это ты. Что смысл это на ютубе? Ах ты гад, ты чё? Тих, тих, тих. Ты руки с собой убери. Ты чё? Подожди. Это мой сын. Ну что, я с ним побазарю? Давайте поговорим сначала со мной. Не трогайте ребёнка. Ребёнка не трогайте. Руки убери свои. Я вас не трогаю. Всё, не подходите к ребёнку. Почему вы сейчас обижаете? Как ты гад, я тебя так учил. Папа, это не я, оглянусь. Давайте спокойно сейчас поговорим. А, я так он учился. Смотрите, он боится вас, понимаете? Ты вообще билей сюда. Он тебя бил, ты обижает, да? Вы понимаете, что я сейчас позвоню. Я сейчас позвоню, это, служба. А вообще вылите отсюда, что вы здесь снимаете. Вы понимаете, что вы берёте ребёнка, 12-летнего. Мы позвоним сейчас в службу, опять, где она приедет и вас заберёт сына. Я с ним сам разберусь. Я понял, что вы сам разберёте. Вы выпиваете прям, вы выучите плохому. Поэтому он такой растёт у вас, понимаете? Одноклассников бьёт, рисуют, девочек обижают. Илья, успокойся. Слышишь, ты? Не надо! Илья, 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 вставай, вытащи наушники. Илья, ты видишь, чему привело твое плохое поведение? Ты видишь, чему это всё привело? Всё могло бы закончиться ещё хуже. Ты понимаешь, что могло бы сейчас произойти, Илья? Да. Ты будешь... Ты тебя будешь так плохо вести не будешь? Нет. Давай тогда сейчас вызовем полицию, пусть твоего родителя забирают. Не-не-не, не надо. Почему нет? Ты видишь, он тебя чуть не убил только что. Он на тебя бросался с бутылкой. Давай, давай я сейчас вызову полицию. Не-не-не, не надо. Почему нет? Ты чего-то боишься? Он тебя больше обижать не будет, я с ним разобрался. Илья, не бойся, всё нормально будет, понимаешь? Я тебя убеден дам. Давай сейчас поедем с тобой в соцопеку и пусть с тобой... Ну, там пока что посидишь там. Нет-нет-нет, не надо. Лучше тут, чем... Ты понимаешь, что он тебя будет дальше продолжать обижать? Он будет тебя дальше бить? Нет. Ты можешь вырасти очень плохим человеком, ты понимаешь, Илья? Ты прав. Здесь плохо. Ну, лучше тут, чем там. Там. А там это где? В детдоме. Слушай, ты, конечно, классный чувак, но я сам разберусь. Лучше уходи. Смотри, ты уверен? Да. Ты понимаешь, что может быть только... Я разберусь. Смотри, тебе как бы с ним жить. Ну, вы сами видели, что батя просто неадекватный. Я сам побоялся с ним общаться. То, что произошло, то, что пришлось его ударить. Ребят, серьезно, я не хотел, честно. Я, ну, старших бить, я знаю, что это, ну, как бы неправильно старших бить. Тем более мужик лет 50, быдловатый, дерзкий. Такое, видно, что с 90-х он сам. Если честно, я немножко вот сам все в шоке. Мы вот с моим оператором летим домой. Все настолько как-то, блин, было быстро. Я сам не понял вообще, что произошло. Короче, мы сейчас летим домой. Я не знаю, что он делает. Что он делает? Встал, что ты снимаешь? Встал сюда. Возле машины встал. Сюда встал. Встал. Что такое? Что ты снимаешь? Ну, а что, ты такой герой был сильный? Ну, там и просто... Ребят, мы просто хотели разобраться. Я ничего не в тему плохого сделал, я вам клянусь. Да? Там он ребенка обидел, он ребенка, понимаешь, он ребенка обидел. Стоять, положи ствол, ствол на землю. Стоять, мужик, ты что, возьмешь? Ствол положил. Дима, это ты, Дима. За мной бери. Ну, ты кто? Никол, Дима, сюда иди. Дима, сюда иди. Ушли, блядь. Ушли, не гра... Сели, 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 сели быстро. Сел, закрой, закрой дверь. Блин, вон они. Кто это такие? Блин, знаю, кто это. Ты кто? Ты можешь объяснить? Что с машиной, они прострелили колесо? Да походу, я не знаю, что они сделали, блядь. Мы что, машину там оставим? Да, блядь. Кто ты такой? Ты можешь объяснить? Я пока не могу объяснить. Кто ты такой? Я с тобой никуда не поеду. Что за хуйня? Я спасаю, подожди. Они с оружием, и ты с автоматом. Куда мы встряли? Чувак, ты можешь объяснить сейчас нормально, Серёж? Что происходит? Тихо, успокойся. Я от полковника, я всё схожу. От какого полковника, блядь? Я тоже блогер. Вяжут нас, блядь, подержаешь ты с оружием. Всё, всё решим. Что за херля? Остановись, блядь. А вот, термокситор. Блядь, у нас ствол, всё делают. Блядь, кто это такие? Кто это такие? Мы что с машиной? Тихо, 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 спокойно. Тихо, 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 блядь. Тихо, тихо, ребят. Всё, всё, всё. Тихо, тихонько, тихо. Всё нормально, мужики, всё. Всё нормально, мужики, вперёд. А это мой инстаграм аккаунт, ребят. Заходите на него, подписывайтесь, ставьте лайки. И если ты прямо сейчас зайдёшь и подпишешься на мой инстаграм аккаунт, то я сразу же выложу продолжение этого видоса.